Смотрящий по тюрьмам СССР. В подтверждении своего уголовного статуса, Ивановский пять раз совершал побег. Умудрился сбежать даже из питерских крестов, за что ему добавили в итоге еще восемь лет заключения. Тюремное начальство всегда недолюбливало тех, кто верховодит в уголовной среде. Так и к Ивановскому было особое отношение. Куда бы он ни прибыл, начальство увидев его многочисленные авторитетные наколки, сразу отправляли Николая дальше по этапу, чтобы авторитетные сиделец не дестабилизировал обстановку в колонии. А он действительно мог легко влиять на тюремную политику. Ивановский в какой бы камере ни находился, всегда считался здесь смотрящим. Ему подчинялись все заключенные. Катаясь по этапу, Николай часто пересекался с политическими заключенными. Как однажды сказал сам вор, только убийц горького человек двести видел, а сколько было покушений на Молотова. Заезжая в очередную колонию, Николай Ивановский начинал выстраивать свою воровскую власть. Несмотря на молодой возраст, он умело руководил даже старыми блатными атрициалами, которые считались с его мнением. Ивановский однажды прекратил саботаж в одной из тюрем, когда заключенные отказались идти в шахту. Он, чтобы не завязался серьезный конфликт, лично вывел бригаду зэков на работу. В послевоенное время требовалось много угля для страны, и вор понимал, что от отряда зэков также многое зависит. Он не считал, что его поступок перечит воровскому кодексу. На любую претензию по этому поводу законник мог ответить, рассуждать он умел толково. Также Николай Ивановский снарядчиком иногда поделывали документы, по которым значилось, что объемы запланированных работ выполнены, в то время как никто не работал. Как потом говорил сам вор, за такие выходные зэки скидывались в общак. Сам Ивановский, находясь на зоне, имел по тем временам большие деньги, которые выигрывал в карточные игры. На эти деньги через рабочий персонал тюрьмы, называемый вольняшками шофера, повара и прочее. Ивановский приобретал с воли по два литра свежего молока. Молоко ему доставляли каждое утро. Также к вору на стол попадали свежие яйца, мясо и даже спирт. Ивановский изъездил всю Россию, правда видя огромную территорию страны по другую сторону забора. Он отбывал наказание в Петрозаводске, лагерях в зоне Беломора Балтийского канала, Медвежьегорск, Кем. Из карельского лагеря бежал в Ленинград, после поимки был отправлен на Таймыр. Так как Ивановский практически не выходил на волю, проводя основную часть своей жизни в заточении, то стал сочинять блатные песни и тайком писать стихи про Ленинград. Это вносило разнообразие в его тюремный быт. Еще с интерната вор любил выступать на сцене, петь песни и читать. Кстати чтение изгубило его зрение, в интернате на ночь выключали свет, и молодому воспитаннику приходилось читать при свете луны. Из-за этого у Ивановского развелась близорукость.